Добрый вечер, Эйнерс. Добрый вечер, Эйнерс. Мы смотрим на все виды спорта, начиная с бобслей, скелетон, биатлон, санный спорт, фигурное катание, лыжный вид спорта. Я думаю, на сегодня очень сильная команда, которая собирается выйти на старт в пинчон. Очень многие говорят, что эти Олимпийские игры, предстоящие в Южной Корее, будут последними за последующие несколько игр, когда Латвия получит и будет иметь шансы завоевать какую-то медаль. Согласны ли вы с таким утверждением? Вы знаете, прогнозы, конечно, были очень разные. Перед играми в Турине в 2006 году я не встретил ни одного, который полагал, что Латвия получит первую медаль. А Мартин Шрубенес? Мартин Шрубенес, что Латвия получит первую медаль после 1990 года. Так что прогнозы, конечно, перед сочинскими играми, прогноз за счет латвийской команды была, по-моему, одна медаль. Так что прогнозы есть прогнозами, то, что сможет сделать наш спортсмен, и я очень верю нашей команде, то мы увидим пинчон. На самом деле, чтобы было более понятно, Латвия будет представлена в таких трех категориях, когда мы говорим о видах спорта. Это прежде всего ледяной желоб, это у нас там санки, бобслейский литон, это у нас снег, это лыжные гонки, горнолыжный спорт, биатлон, и это лед, фигурное катание, кинкобежный спорт и шорт-трек. Еще сноуборд, не забывай. Сноуборд у нас под вопросом большим. Сноуборд, это мы увидим в конце этой недели, когда Америке пройдут завершающий этап квалификации, завершающий этап по сноуборду. И тогда мы можем смело сказать, будет у нас в команде сноуборд или не будет. Но то, что хоккей не будет, тоже точно известно. Но это уже точно известно. Кстати, сегодня прочитал исследование авторитетного экспертного совета, который давал прогнозы по всем видам спорта, по всем странам. И он предрекает Латвии одну золотую медаль. Понятное дело, что он отдает ее скелетонисту Мартину Дукрусу. Хотя, по моим ощущениям, у нас будет как минимум два комплекта. Потому что я почему-то верю в наших бобслиистов. Хотя Энерс Фогелес является представителем санного вида спорта. Не хочу говорить, что санки завоюют медали, чтобы не сглазить. Потому что санки каждый раз у нас преподносят приятные сюрпризы. Ну, вы знаете, я боюсь всегда сглазить. И прогнозом не занимаюсь. Но объективно, то, что наши спортсмены, какой результат показали наши спортсмены уже до Олимпийских игр, конечно, тем прогнозом, которые вы прочитали, они довольно серьезные и обоснованные. Но вы согласны с тем, что у того же Мартина Дукруса, который, на мой взгляд, является главным у нас претендентом на именно золотую медаль, в остальных видах спорта будет очень проблематично рассчитывать на золото, что для него это последний шанс в Южной Корее. Потому что, вспомним, он завоевал серебро в Ванкувере, завоевал серебро в Сочи, уступая каждый раз хозяевам трассы Ванкувере-Канадцу, в Сочи-Третьякову. Сейчас мы все прекрасно видим, что Юн Сунбин, южнокореец, очень серьезный соперник. И я боюсь, чтобы эта история не повторилась. Как вы считаете? Я считаю, что, во-первых, Мартинс провел очень огромную работу. Мартинс будет в четвертой игре. Его дебют в Турине. Потом серебро в Ванкувере, потом серебро в Сочи-Третьях. Я очень надеюсь, что параллельно той работе, которую Мартинс и его команда сделали, это, поверьте, очень огромная работа и даже трудно представить, очень будет помогать опыт спортсмена. То, что Мартинс умеет собраться с самых ответственных моментов, это он уже доказал несколько лет о чемпионатах мира. С характером, с мотивацией, я думаю, что там все в порядке. Так что заранее прогнозировать, конечно, слабых спортсменов ни в одной дисциплине, ни в одном виде спорта, где наши спортсмены будут участвовать, нет. И олимпийских медаль просто так никто не дарит. Это уже мы знаем очень хорошо. Вспоминая сочинскую историю, если верить этому расследованию, какой там бардак и безобразие творилось, не будет ли сейчас в Южной Корее такая ситуация, что все спортсмены будут с подозрением относиться к стране, которая принимает Олимпийские игры, то есть к Южной Корее? Потому что у меня такое ощущение, что в последние годы все друг к другу относятся с такой опаской и с подозрением, что кто-то что-то не доверяет. Нет, ну после последних лет, конечно, я думаю, что в целом в международной арене эта ситуация довольно сложная. И нам всем вместе надо будет проделать огромную работу, чтобы как-то вернуть обратно ситуацию, которая была раньше. До Сочи. Конечно, после сочинских игр отношения между командами, между спортсменами уже далеко не те, которые... Они ухудшились. Будем называть вещи своими именами. Нет, ну я бы так не сказал, что они ухудшились, да, но есть определенные обострения, скажем так. Энерс, вы неоднократно бывали и в Пхенчане, и в Южной Корее. Расскажите, что это за страна? Чего ждать латвийским спортсменам? А то все же живут стереотипами, что там едят собак, хотя этого давно уже нет. Нет, собака... Что там своеобразная кухня? Во всяком случае, то, что в Корее кухня своеобразная, это правильно. Но что касается нашей команды, наших спортсменов, Олимпийская деревня предлагает кухню на все вкусы. Вкусы, да. Европейская, американская, азиатская. Каждый спортсмен может подобрать свой объем желаемой пищи, да, и по своему вкусу. Но в этом плане, я думаю, проблем не будет. Я думаю, что в организационном плане наши спортсмены были уже на тренировочной неделе, в прошлом году на Кубке мира. Некоторые спортсмены, как тот же Мартинс, побывали уже два раза на гомологации трассы, да. Так что все обстоятельства, с которыми мы будем сталкиваться в Корее, это нашим командам известны. А трасса вот эта для бобслиистов и скелетонистов, саночников, она удобная, комфортная или все-таки очень сложная? Трасса очень сложная. Трасса очень сложная. И то, как наши спортсмены с трассой справились с этим, мы выйдем, скажем, с прошлого года, с Кубка мира, да. Были и победы, были места на пьедестале, были места рядом с пьедесталом, были места чуть-чуть подальше, если так можно сказать, да. Так что, ну, Олимпийские игры, все-таки, как мне один друг немецкий журналист в прошлой неделе сказал, ты знаешь, самое главное сделать, ну, как у кого, два заезда или четыре заезда за четыре года, да. Так что, как каждый спортсмен будет готов к своим решающим заездам, поскольку раз в четыре года в бобслии, в санном спорте, одиночных экипажах, двухместных, два заезда, да, дается только четыре заезда. Четыре заезда, совершенно верно, да, да, да. Ну, а что касается погодных условий, климата, высоты на уровне моря, я уже говорю про представителей Сенсорбии. Погодные условия, там, конечно, влияет очень то, что море близко. Океан там, да, рядом. Океан. То есть, очень-очень в этом плане, может, похожа ситуация, где находится Сигулду, Балтийского моря, где находится трасса Пенчони. Климат может быть от плюсовой температуры до минус 20. То есть, нестабильная погода. Нестабильная погода, и с этими особенностями наша команда должна считаться. Но, кстати, если мы говорим о нестабильности, не будем забывать, что от Пхенчана всего лишь 80 километров до границы с КНДР, Северной Кореей, как это может сказаться? Вы знаете, но хорошая новость. То, что и вчера Международный Олимпийский комитет приветствовал, и президент Международного Олимпийского комитета приветствовал решение Корейской Народно-Демократической Республики, решение посылать своих спортсменов на главный спортивный форум 4-х лет. То есть, это уже сегодня известно, что соседи будут в своей команде участвовать. Но это, конечно, уже как чуть-чуть облегчает общую обстановку. То, что мы, конечно, в последнее время очень внимательно следили за ситуацией в корейском полуострове. Ну, вы сами знаете, все было дипломатическое и менее дипломатическое высказание со всех сторон. Так что это, конечно, не улучшает общий олимпийский дух. Но, тем не менее, какой-то специальный инструктаж будет проводиться с латвийскими спортсменами перед поездкой в Южную Корею? Наш олимпийский комитет очень тесно сотрудничает с службами безопасности. Традиционально уже будет отдельная лекция, где встречается вся наша команда, будет коллеги службы безопасности, которые будут подробно проинформировать нашу команду о ситуации. А может, если будет какая-то, не знаю, непривидимая ситуация, куда ходить, что делать. То есть, это полностью и с латвийской стороны готовится, и профессионалы, которые в этом плане работают, с полной ответственностью будут заниматься и с нашей командой. Но все равно получается, что одно дело – это тема безопасности, другое – это все-таки тема допинга. Я думаю, здесь тоже будет проведена работа с латвийскими спортсменами, чтобы никаких эксцессов не было. Почему я об этом говорю? Мы вспоминаем Олимпийские игры в Сочи, где был неприятный эпизод с нашим хоккеистом, с одним, да? Поэтому, чтобы не повторялось. С двумя. С двумя. С двумя. С двумя. С двумя. С ситуацией, если мы вернемся в Сочи, конечно, было неприятное для нас в том плане, что мы всех спортсменов, в том числе этих двух, проверили и получили ответ с лаборатории Хельсинки, что все в порядке. Конечно, тут очень много вопросов. Но то, что наших спортсменов, я даже сегодня связался с нашим агентством антидопинга, проверяет очень усиленно, в том числе не только наши службы, и проверяет международную арену, в том числе и сейчас последний этап Кенигзе. По самому спорту, да. Нашу команду проверили. Так что, по крайней мере, всех наших спортсменов проверили международные федерации, ВАДА, наше агентство, то есть тройная проверка. И то, что мы смело можем сказать, что никто из наших спортсменов, которые, во всяком случае, находятся в олимпийской команде, из Латвии, и не поедет, пока у нас не будет документов, что все проверены, что все анализы чистые. Мы с нашими коллегами очень усиленно работаем в этом плане. Ну что ж, большое спасибо, Энерс. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем все чаще и чаще говорить об олимпийских играх, тем более, что старт не за горами 9 февраля. И, конечно же, мы хотим пожелать нашим спортсменам побед, и чтобы они возвращались с медалями, а вы в отличном настроении. То есть, сильного командного духа, побед и, конечно, удачи. Конечно же. И поддержку всех наших зрителей. Полейщики будут поддерживать. Большое спасибо напомню, что сегодня в гостях у нас была глава Совета Спортивных Федераций Латвии Энерс Фогелес, и мы говорили о предстоящих в Южной Корее олимпийских игр. Ну, а наша передача на этом не заканчивается. Небольшая пауза, которая продлится всего лишь 20 секунд.